Добрый вечер, начинаем пресс-конференцию главного тренера ЦСКА Виктора Кончаренко. Виктор Михайлович, для начала вашего краткого резюме матча, пожалуйста. Мы смотрелись в первом тайме, мы не успевали за соперником, ни в отбор вступить, ни в атаку выходить. Если так ты смотришь, то, конечно, жди то, что будут моменты у твоих ворот. Во втором тайме мы путем замен, перестраяния и более агрессивной игры выправили ситуацию, но этого не хватило для того, чтобы спасти сегодняшнюю игру. По крайней мере, во втором тайме у нас был характер, движение с какой-то самоотдачей. Добрый вечер. На пресс-конференции главный тренер Гончаренко. Замолен је да да свој коментар за почетак. Каже да у првом полувремену, како су они видјели то и док су гледали, наравно, пуно тога ние било добро, нису ништа успели зауставити са своје стране, динама ни нападе, ни никакве акције. У другом полувремену су играли агрессивнее, поправили су игру, али то ние било доволјно да спасе цјелу утакмику, али упак су показали карактер. Пожалуйста, исти ухоти исти опроса. Има ли питања? Има ли питања? Уколико Динамо може далеко отићи сад у овој нокаут фази Европској Лиги? Ваше мнје о Динамо, насколика далеко они могут в плейоффе сиграти? Динамо – опетна команда, они достаточно уже поиграли в групових этапах, как Лиги Чемпионов, так и Лиги Европы. А што касаец насколика далеко могу даћи сије, это, наверно, в первоће, зависит от Жрибијовки. Сматра да је Динамо искусна екипа, да су већ играли много таквих утакмиса, а колеко далеко, то првенставно овиси о Ждребу и противнику. И еще один вопрос, если он хочет задать, може задать вторг вопрос. С обзиром на број шанси који Динамо има у овој утакмиси, погато в первом полувремену, јели би било праведно или неправедно да Динамо побери већу голу разлику? Сматра на то, што у Динамо было много шансов в первом тайме, думаете ли ви што шчот мог бити и лучше для Динамо? Что могло бити больше голов? Думаю, то же самое, что и для нас мог бы лучше. Понимаете, когда мы создавали в домашних матчах, много моментов не забивали, но там такая же ситуация, что мы казалось, что можем выиграть. То же самое здесь, что Динамо и вы смотрите со своей стороны какие-то моменты, мы со своей стороны. То есть мы в первом тайме играли не очень хорошо, во втором тайме гораздо лучше играли. Поэтому, ну, наверное, счёт справедлив, потому что то, како счёт зависит, реализовавш ли ли моменты или нет. То есть так получилось, что нам не хватило этой задачи домашних матчах для того, чтобы реализовать, а сегодня может быть како-то мерен и на стороне Динамо-Загреба была удача. Сматраю, да, наверное, все зависит из кои перспективы глядате. Динамо гляда и своё, они глядают своё. Они су били лоши у первом, половременно боли у другом, так да, Динамо је могло и више шансе или више голова дати у первом. Они опять глядают, да и они могли дати некие голова и имали шансе. Сматраю, да, всеукупно, и результат праведан и да је, првенствено, ньима недостало среће и победе у ниховим домашим утакмикам, а данас и, наравно, и срећа и све остало было на страни Динамо. Пајавост. Јели се Кристјан Бистројћ данаштом игром и голом наметнуло да чаще игра у првој Момчади? То што Бистројћ сегодня сделал за Белго, значите што он может сейчас дальше больше играть в первој основном составе? Но гол забил молодец, у нас высокая конкуренция в центре поля. У нас осталось до зимњи пауза только две игры, поэтому нам надо просто оценити состояние для того, чтобы хорошо заграти эти две игры. Может быть и выбор падјут на Кристјана Бистројћа? Да, гол кој је забил био отличан, но код них је у центру велика конкуренција. До зимске пауза има још двје утакмите и могуће да ће Бистројћ добити предност. Да, да, голубиће. Тренер сте јасно је Николе Влашића, кој не је дошел на эту утакмику. Данас нисте га повели, али можете нам речи како видите негов играчки развој до сада и који су негови лимити, је ли он можда већ сада играћ за још веће европске клубој? Влашич не переехал, но как вы думаете, как јас развивајца как играк и какој вообще ещё возможности у него, може ли он играть ещё в больших клубах? Да, Никола у нас такие очень хорошие шаги вперёд делает, очень хорошо развивается за те сезоны, которые у нас находятся, у него очень высокий потенцијал и надеемся, что он играет в топ чемпионатах и покажет себя с лучшей стороне, то есть у него очень большой потенцијал и самое важное то, что не думаю, что мы будем никола удерживать и сдерживать его развитие. Да, он ради отличные кораки према напред и негов развитие круз ову сезону је стварно отличан, сматара да има высокий потенцијал и да они како клуб га не ће спутават у том дальнем развитие. Я у нас ещё два вопроса от российских СМИ. Первый, игра сегодня совсем не получилась, в чём причина? Это не оптимальный состав или просто Загреб был лучше? Ну, комплекс причин, наверное, всё-таки это и тот вариант состава, который у нас был, он достаточно молодой. Надо переводить, нет? Да, да, да. Питание от русских новинара, сматараю да игра у целокупном својом облику ние била успешна, што је узрок тома? Ели то састави, недостачију саставу у ниховом, или игра Динама, који је ту био премоћан? Сматараю да је то комбинација фактора, заправо састав као такав је био и досто млади? То, что состав молодой. Второй момент, конечно, мы рисковали, когда оставили дома 5 человек наших. Ну, понимаете, если Динамо Загреб можат игру чемпионата вынести и в более успешном состоянии сыграть в Лиге Европы, то мы не можем себе этого позволить. Мы очень часто играем. Наверное, это то, к чему должны стремиться футболисты, но для нас это первый опыт столько много матчей проводить. Да, они су преузели још додатни ризик, зато што је 5 играћа остало у Руси, и имају досто утакмиса и морају и то узети у обзир, да пуно играју, док мођда Динамо има мало лакши распоред и може да се дозволи да је свјежи, тако да све скупа је то био результат игра. Есть заключительный вопрос. Нынешняя Лига Европы получилась по результату провальной. Можете подвести је итоги и разобрать причины таких результатов? На самом деле провальная, но разбирать там более подробно, наверное, посмотреть ситуацию в целом, это касается матчей чемпионата Лиги Европы, но понятно, что не то, на что мы рассчитывали, но в какой-то мере то, что я ответил, и молодость, и большое количество игр, и болезни, и травмы, они все идут рядом, поэтому нам не хватило силу именно на таком плотном графике. Замолјње за коментару, онда, цјелокупног овог наступа и ове фазе за ЦСКА. Да, када се погледа све укупно, може се види да је сад ту више фактора који су отјецали на таз результат. Као што већ рекао, и с једне стране младости граћа, а с друге стране велика колићина утакмеца које имају у комбинацији са првенством. Биле су и неке болести и повреде, тако да то јесу биле неке отеготно околности. Сјел, спасибо большое. Спасибо. Хвала вам.